МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Москва, ток-шоу, пусть говорят. В этой студии мы обсуждаем невыдуманные истории, о которых невозможно молчать. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и муж Яны Рудковской, вызвал на дуэль её бывшего супруга Виктора Батурина. Прославленный фигурист не смог простить бизнесмену-миллионеру публичных оскорблений и унижений Яны во время её встречи с детьми. Дайте мне пообщаться, посмотреть на ребёнка 10 минут. Что же вы за человек? От него прячут журналы, в которых снимается его мама за деньги. Я никакие... Его мама, которая по телевизору пьяная. Пожалуйста, ну не верь, пожалуйста. Сегодня в нашей программе поединок двух мужей Яны Рудковской. Настоящего Евгения Плющенко и бывшего Виктора Батурина. Чем закончится эта трёхлетняя война знаменитой щиты продюсера и бизнесмена за их детей? Дуэль. Он обладает правом выбора оружия и правом первого выстрела. Никто этого не отменял. Это при том условии, что в дуэли участвуют равные люди. Потому что дворянин с холопом, например, не может участвовать в дуэли. Холопов просто секут на конюшне. Данте с этим. Помните? Теперь сходитесь хладнокровно. Ещё не цели два врага. Походки мерны, тихо, ровно. Ну вот вам как? Взял под свою опеку и, в общем-то, по собственной дурости, думая, что это приличный человек, забросил его на Олимп этого шоу-бизнеса. Как оказалось, в общем-то, этот человек недалёкого ума, недосадок. Он стал первым, и эти кадры, я думаю, запомнят поги. Очень позорная победа, да? То есть второй... Африканская песня, знаете, с непонятным сюжетом на троих, да, тут бутылки не хватает. Самое интересное, что всё понятно, да, то, что было придумано в качестве, так сказать, русской идеи и с балеринами, да, и с этой подтанцовкой, и с символом России в виде классического балета, да, чтобы вот эту английскую песню как-то обустроить, она в виде фарса была сворована здесь. Только вместо серьёзного, ну, чистый фарс, да. Ну, понятно, вместо льда, картон, там, вместо коньков, ну, всё фарс, да. Ну, это победный, но всё равно. Они вот все тут секс-символы, да, у них вот всё символически. И в любви, и в работе, и везде, да, одни символы, ничего серьёзного. Но всё равно, когда объявили первое место, на сцену вышла Яна, это был её звёздный час. А сейчас я предлагаю перенестись на много лет назад, когда вы, молодой преуспевающий бизнесмен, смотрите телевизор, кламу «Далее». В нашей программе появится нынешний муж Яны Рудковской, Евгений Плющенко, который вызвал диктор Абатуриевна на дуэль. Что будет здесь в студии? Вы увидите сейчас. Вы смотрите «Пусть говорят». Тема эфира сегодня – дуэль. В центре внимания поединок двух мужей Яны Рудковской. Настоящего Евгения Плющенко и бывшего Виктора Батурина. Евгений Плющенко, олимпийский чемпион и муж Яны Рудковской, вызвал на дуэль. Её бывшего супруга Виктора Батурина, прославленный фигурист, не смог простить бизнесмену-миллионеру публичных оскорблений и унижений Яны во время её встреч с детьми. До ухода на рекламу мы выслушали историю Виктора Батурина. Сейчас в этой студии появится олимпийский чемпион и нынешний супруг Яны Евгений Плющенко. Встречаем его. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Живи. Нет. Нет. Не царское это дело. Ну что это за мужчина-то? А что вы приперлись? Так на телевизоре покрасоваться. Настало время, чтобы мужчины всё-таки как-то брали всё это транслировать без моего согласия. Ну первое, что Виктор Николаевич постоянно врет, это правда. Постоянно говорит неправду, да. Это все видят. Посмотрите на эти откровенные кадры. Здесь нет никакого монтажа. Я видел это всё на фотоаппарате. Пока что все кадры. Я не приперся, я пришёл. Я хочу сказать, что я развёлся, да. У меня есть сын. Я тоже отец. Вы предали свою жену с малолетним ребёнком грудным. Просто предали, да. И предали ради собственного удовольствия. Я хочу сказать, что у нас с Машей сейчас очень всё здорово. Очень всё хорошо. Я вижу своего сына. Я воспитываю его. Мне Маша даёт сына. Поэтому мы договорились. Мы вышли из сложного критического положения. И я считаю, что это нужно тоже вам сделать. Договорились. Ну, считайте. Ему ничего не должно. Это во-первых. Яна сделала свой выбор. Пришла, взяла чемоданчик. И строила новую жизнь. Почему из-за твоего выбора куча людей и детей должны резко поменять свой образ жизни? Потому что вы, видите ли, хотите за счёт детей обсуждать там тему имущественных делений и так далее. У неё серьёзная финансовая проблема у Яны. В скором времени, в скором времени это всё вскроется. А у вас есть. Если она будет дальше так себя вести, то она останется без штанов. Ну, Женя, я думаю, что не допустит, чтобы Яна осталась без денег. А на самом деле, когда она звонит вам по телефону, вы, правда, не даёте детей. И я это свидетель, я это слышал и видел. Виктор Николаевич, всё-таки вопрос такой юридический. Давайте оставим за кадров отсутствие человеческого... Такое соглашение. А Яна ответит на этот вопрос сама. Я могу про себя сказать, про свою семью, про прошлую, да? Ну, вы считаете, что есть. Если она не выполняется, если... Ну, расскажи про свою. Ты же сам пережил это. Да, я пережил. Потому что, я понимаю, не могу играть теми же картами. Ну, тут я. Если соглашение не выполняется. Секунду, да. Я могу и имею право видеться со своим сыном 50 на 50. И у нас, на самом деле, сейчас всё сложилось, да? Мы очень много... Потому что я адекватный человек, адекватный и нормальный. Или мы не знаем о каком-то брачном контракте, который был подписан, и у Яны какие-то, может быть, кабальные условия, где она ничего не имеет. Мы очень много говорим о правах, да, и слова. Вынуждена была быстро накропать брачный контракт, соглашение о том, что дети живут сам. Сердец соединилась и поехала дальше сниматься, продюсировать Диму Билана и всё делать. Тут никто не говорит, что она должна воспитывать. Я уверен, что Виктор Николаевич знает больше стихов, чем Яна даже. Но это не смысл. А вот и здесь хотите научить. И меня вот, я вам честно могу сказать, у меня сейчас внутри... Смотрите, к сожалению, мои усилия на то, чтобы состоялся действительно серьезный шоу. Но не нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот, кстати, у меня все обыкновенные дешёвые блудницы. Свидание. Виктор Николаевич, у вас сегодня был шанс поговорить наконец-то с супругой, да, впервые. И вы этого публично избегаете, да? Дело в том, что я... Которую вы здесь обозвали проституткой и уходите, да? Дело в том, что у меня нет надобности с кем-то говорить. Все проблемы у Яны. У меня нет ни одной. И, ой, идём уже. А у меня нет ни одной проблемы. Вот вам и проявление. Как говорится, бабло побеждает всё. Побеждает. Делает так, как недопустимо. Это ваше большое. Это делает вам честь и хвачь. Дуэль не состоялась. Дуэлянт убежал. Скажи, я понимаю, что тебе было всё сложно слышать сегодня здесь. Плёнку с Юлей, вот. С Юлей, где Юля из Ротома? Я помню, что судебные приставы калмыки отказались мне помогать. Он украл ребёнка? Нет, нет. Я, во-первых, когда я выходила за него замуж, я тут узнала о каком-то подарке. У меня было очень много клиентов, включая, конечно, москвичей, которые ко мне прилетали. И он у меня попросил, чтобы Юля, вот его тогда была супруга, чтобы она походила в салон. Ну, пожалуйста, естественно. Он был моим хорошим клиентом всегда. День по комнатам, понимаете? Человек, у которого висел портрет на поле... Я хочу видеться с ребёнком, а они не хотят тебя видеть. Или с сестрой, которая его сделала богатым человеком. С двумя двоюродными братьями. Это всё... Состояние... И всё-таки, когда он наверняка влюбился в тебя, видимо, что ты видела, что он бизнесмен, у тебя салон, вы можете... Я говорю про то, что... Конечно, он помогал. Конечно, он поддерживал тебя тоже вырваться. Предупредите, сказать, что... ...соглашение, вот Наталья Михайловна, где я вас не вижу. Наталья Михайловна, она... Сколько вы готовили мировых соглашений, чтобы договориться? То есть, я частично готова была отказаться от имущества, от половины того, что мне причиталось. То есть, всего мало, мало, мало. Ты должна... То, значит, нам охрана говорит, а Виктор Николаевич с детьми уехал, детективы искали по биллингу, где... Не в свою пользу. Почему? Потому что я думаю, я ухожу. Там, вроде бы, да, жалко его мне было, но как бы всё равно он мне помог. Всё равно я... Я любила этого человека. Я любила этого человека. Я не просто так за него замуж вышла. Я его очень уважала. Он был человеком щедрым. Он... Он очень изменился. И я думаю, что это месть именно за то, что я по-прежнему там... У меня всё хорошо. Если бы у меня было всё плохо, этот человек бы мне давал детей. Абсолютно точно. Но это... Он не может простить тебе Женю? И не только Женю. Он не может простить мне успеха с Димой. Он не может простить мне в бизнесе. Кем бы ты был? Ты такой же человек, как все. Мне было объявлено, чтобы я больше к Андрею не приходила. Вот он меня увидел. Я его зовут. Сейчас детям запрещено называть меня мамой и называют Яной. И вот после двух недель они начали...